Звон колоколов и молитва десятков тысяч людей. Невский проспект погрузился в атмосферу духовного торжества. Северная столица масштабно отпраздновала 300-летие со дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург. Праздничное богослужение провел патриарх московский и всея Руси Кирилл. Сегодня действительно настоящий день города. Не было бы Александра Невского, не было бы его побед, то, конечно, не было бы и Града Петрова. Помимо традиционного шествия, Большого Крестного Хода, в котором пронесли Казанскую икону Божьей Матери и Малого с мощами Александра Невского, впервые праздничные мероприятия развернулись и в Шлиссельбурге. Крепость Орешек. Сюда в 1723 году прибывает торжественная процессия, которая несет мощи святого князя Александра Невского. И именно здесь они будут храниться год, пока не отправятся уже по воде в Петербург. Сегодня в честь тех событий здесь установлен памятный знак и проведена божественная литургия. Так сложились обстоятельства, что путь из Владимира в Санкт-Петербург занял больше времени, чем предполагалось. Петр Великий хотел приурочить день перенесения мощей к годовщине нештатского мира. Не важно, какой это был бы год, но важна была дата – 30 августа, 12 сентября по новому стилю. Поэтому он издал указ оставить мощи на год в крепости Орешек, которая была для него надежным местом. Главным нововведением празднования стал водный крестный ход. Он повторил путь мощей святого князя на галере по Неве 30 августа 1724 года из крепости Орешек в Санкт-Петербург. На борту скоростного катамарана провезли икону с изображением Александра Невского и частицы его мощей. По пути следования корабль прошел через Усть-Ижору, где процессию приветствовал парусный корабль «Лукул». Петр, наверное, хотел подчеркнуть роль военно-морского флота, потому что эту галеру с мощами Александра Невского возле монастыря встречал, как писал один из современников иностранцев, весь русский флот. Как мне представляется, если бы Петр прожил чуть дольше, не исключено, что Александр Невский был бы еще одним покровителем русского флота наряду с Андреем Первозванным. На Синопской набережной рядом с Александра Невской лаврой святыню встречали воссозданные суда 18 века, ботик Петра Первого и легендарный корабль Полтава, который дал 26 залпов из орудий. Нововведения коснулись и пешей части крестного хода. Так впервые в нем прошла конная группа из 14 всадников, олицетворяющих дружину святого князя, дополняя историческую картину. И колонна из 100 байкеров уже на конях железных, представляя век 21-й. Празднование 300-летия со дня перенесения мощей князя Александра Невского буквально объединило традиции и современность и соединило все поколения.